Ресторан BBC Jazz Club В первоначале замысел, как у всех ресторанов, был один – вкусно накормить людей и создать красивый имидж. Но, учитывая, что все в мире изменяется, в том числе и любая концепция, со временем мы пришли к тому, что мы захотели, чтобы на этой площадке, помимо хорошего ресторана и красивой еды, звучала красивая музыка. Причем эта идея родилась, может быть, даже раньше, чем идея ресторана, но воплотилась она немного позже. Мы построили 30-летие Хостинского района, построили некую зону отдыха. И на ее открытие пригласили звездных музыкантов из Москвы. Ну, в общем-то, эти звездные музыканты – это мои очень близкие друзья, с кем я вырос. И вот в процессе их выступления неоднократно, вот ими подчеркивалось, какое замечательное место получилось. И мы решили подумать о том, а почему бы здесь не сделать джазовый клуб и джазовый центр. И вот, собственно говоря, сделали, и сама площадка была открыта в 2009 году, а в 2010 году там уже, собственно, был открыт джаз-клуб BBC. То есть на тот момент никаких подобных заведений в Сочи не было, связанных с джазом? Нет, на тот момент таких заведений в городе не было. И как публика отреагировала на открытие такого заведения? Ну, на самом деле, выяснилось к моему большому удовлетворению и к моей большой радости, что в городе Сочи очень много любителей джаза. И, собственно, для них появилось такое место, такая отдушина, где они могли бы собраться, послушать музыку, поскольку, начиная буквально с первого дня работы ресторана как клуба, мы, собственно, пропагандировали и устраивали ежедневные музыкальные программы. То есть джаз у нас звучал ежедневно. Конечно, это не всегда были привозные артисты из Москвы или из-за рубежа, но наши музыканты Юга России, музыканты Сочи, поскольку в городе Сочи много прекрасных джазовых исполнителей, они, собственно, составляли программу, по которой мы работали, и разбавляли ее привозами из Соединенных Штатов, из Европы, из Турции даже. Ну, то есть вот шли таким путем. А BBC Jazz Club, почему вот именно такое название? Ну, на самом деле много разных интерпретаций этого BBC, но вот это все, это название. Навеяла мне замечательная картинка, которая открывалась с площадки нашего клуба, нашего ресторана. То есть в те времена еще не стоял отель Сан-Рема, не было ресторана Сан-Рема. Это была прогулочная набережная, которая не мешала, не закрывала нам смотреть на закаты солнца. Ну, то есть вот был бриз, было красиво. Вот, и навеяло мне несколько таких вот, там было такое название, Блюз Ин Бунгало Бай Дэ Си, ну, к примеру. Потом я понял, что это будет слишком длинно, и мы немножко сократили. Вот аббревиатура BBC, это Блюз Бай Дэ Си, то есть Блюз в море. А почему именно джаз? Как лично вы связаны с джазом? Ну, вообще, как бы, дети той поры, вот, когда я еще был ребенком, мы вообще очень любили спорт, мы любили искусство, мы любили музыку. Вот, ну, у всех жизнь складывалась по-разному. Вот, я с детства завидовал в школе старшим, старшеклассникам, у которых был вокальный инструментальный ансамбль. А на гитаре я научился играть, наверное, еще лет в семь или восемь, вот, брат мой научил меня играть на гитаре. И вот, и глядя на то, как вот они развиваются, как они движутся вперед, вот, мне мой внутренний голос подсказывал, что нужно создавать свой ансамбль. Вот, и вот уже в восьмом классе, в восьмом классе я создал второй ансамбль в школе, который был помладше, чем наши старшеклассники. Ансамбль назывался Войнахи, вот, а наш ансамбль, чтобы мы были моложе, его назвали Молодые. Ну, собственно говоря, нас это ничуть не смущало, мы были, да, мы были молодые. Мы шли по их стопам, мы развивались, мы слушали музыку. А вообще, если говорить о том, почему именно джаз, почему именно джазовая культура, то здесь намного глубже, собственно говоря, этот вопрос. Ну, во-первых, потому что она априори была мне, это Люба, это была музыка, я любил ее. Вот, а во-вторых, потому что в моей жизни есть такой человек, которого зовут Сергей Манукян. Вот, это известный наш джазовый композитор, исполнитель, вот, единственный в России, который исполняет истинно джазовую музыку. Вот, это человек, который привил мне и моим друзьям, моим однокашникам, вот, он привил огромную любовь к джазу. Мы слушали, вот, из его рук мы получали все. То есть, откуда он получил, я сказать не могу, но он нам отдавал все, что поступало тогда в прокат. В прокат это имеется в виду, это бобины, которые переписывали друг у друга на магнитофоне, и потом слушали, мы слушали Битлз, мы слушали Криденс, мы слушали Earth in the Fire, Чикаго, мы слушали Tower of Power, вот, не говоря уже о таких исполнителях, как там Луи Армстер, Кэлла Фитт Джеральд. Мы заслушивались, потому что это было так глубоко, это было так красиво, и еще это было запрещено. Я так хотела спросить, что, наверное, было очень трудно достать его в то время. Еще это было запрещено, но запрещение было, конечно, неглавенствующим фактором, ради которого мы это слушали. Конечно, это была музыка ради музыки, искусство ради искусства, потому что в нем можно было просто утонуть. Мы тонули, но не утонули, мы выплыли, вот, мы, почему я говорю, мы, потому что и я, и мои единомышленники, и мои друзья по тому цеху, когда мы еще играли на гитарах в ансамбле, в школе, потом в институтском ансамбле, мы полюбили тогда эту музыку, и мы ее пропагандируем и продвигаем до сегодняшнего дня. А верно, что родоначальником джаза вообще является Новый Орлеан в Америке? Оттуда пошла вся культура. На самом деле, корни джаза, они уходят в Африку. Вот, афроамериканцы, они являются прародителями джаза. Вот, в свое время они, ну, в большом количестве были, мигрировали в Соединенные Штаты. Вот, они оказались в районе Нового Орлеана. Ну, Новый Орлеан, Миссисипи, Луизиана. Это вот все такие южные штаты, вот, в которых джаз, он там растет, он там живет, он там умирает, снова рождается, снова растет. Ну, то есть это постоянный нон-стоп идет. Вот, это то, что касается джаза. Блюза, несколько другая история. Блюз, это Чикаго, вот, это, вот, это больше связано с Чикаго. Оттуда вышли самые, ну, основные блюзмены. Ну, почему я заговорил о блюзе? Потому что это неразрывно, это то, с чем связано. Потому что джаз, вот, джаз, ну, ты слушаешь джаз? Да, я слушаю джаз. А что ты слушаешь? Да у джаза миллион ветвей. Джаз настолько многогранен, джаз настолько интересен. И каждый человек в силу того, как он воспитан, какая у него ментальность, какие у него предпочтения, он в джазе найдет именно свою отдушину. Будет ли это классический джаз, или будет это там бибоп, или будет это блюз, или будет ли это басанова, будет ли это латинос, или будет ли это французский, вот, мануш. Его столько. Главное, что было желание его слушать. Вашему ресторану уже 11 лет. И можете сказать, какие самые известные, популярные артисты выступали на сцене вашего ресторана? С кем, допустим, может быть, дружите до сих пор? Ну, во-первых, со всеми исполнителями, которые когда-либо выступали в нашем клубе. Мы дружим с тех пор, как только они первый раз зашли, собственно, на площадку нашего клуба. Мы поддерживали с ними тесные отношения. Мы переписываемся, они пишут нам о том, когда закончится пандемия, мы хотим уже приехать в твой новый клуб, обновленный, с новой сценой. Мы так хотим там выступить. Мы смотрим все твои выступления в YouTube, поскольку мы делаем прямую трансляцию. Кроме того, мы пишем все свои концерты, профессиональную запись. Мы монтируем эти концерты, мы выпускаем их в виде там либо диска, либо флешки. Ну, то есть мы даем возможность всем нашим почитателям и любителям джаза послушать. На самом деле, если говорить из российских исполнителей, джазовых исполнителей, конечно, я бы в первую очередь отметил мэтров российского джаза. Это Сергей Манукьян тот же самый, это Валерий Гроховский, наш великий профессор, пианист, композитор. Это, к примеру, Лариса Долина, это Вадим Элин Крик, наш известнейший, знаменитый трубач. Не менее знаменитый трубач это Валерий Пономарев, который с 1973 года жил и работал в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, в одном из самых крупных джазовых оркестров Нью-Йорка. Называется он «Джаз Мессенджер». Ну, это вот такие великие люди, которые, собственно, творили историю. Кроме того, из Соединенных Штатов у нас выступала успешно гастролирующая до сегодняшнего времени в России. Это Шерон Кларк, она одна из самых востребованных певиц, она афроамериканка, вот, на московской сцене, на сцене клубов в России. Это Николь Генри, замечательная тоже певица, она живет в Майами, она тоже очень успешно гастролирует. Ну, гастролила, ровала, поскольку случилась пандемия, сейчас все гастролируют только онлайн, к сожалению. Это, ну, к примеру, величайшая, я считаю, у нее великая будущая певица и саксофонистка Камила Турман. Вот, она ведущая солистка биг-бенда «Линкольн Центра» в Нью-Йорке Уитсона Марсалеса. Вот, это замечательная женщина с замечательным голосом, с прекрасной игрой на саксофоне. Вместе с ней также в этом оркестре играет замечательный барабанщик Гарл Дрин, вот, который приезжал к нам вместе с Розарио Джулиани, это саксофонист из Италии. Ну, я могу до бесконечности перечислять, вот, но я еще раз хочу сказать, что мы ни с одним из наших артистов, выступавших в клубе, не потеряли связь. Мы придерживаемся такой идеи и, собственно, продвигаем ее, что артист, выступивший в нашем клубе, становится резидентом нашего клуба. И мы следим за его выступлениями, он следит за тем, как мы развиваемся. Они все ждут, просто ждут сигнала, когда они должны приехать и, по-моему, выступить. Тогда, соответственно, следующий вопрос. Что сочницам и гостям курорта, какие концерты и выступления каких звезд ожидать в ближайшее время? К сегодняшнему дню джаза мы готовились давно. Вот, и специально для него сделали прелюдию. Вот, и на протяжении ближайших десяти дней у нас был просто такой джазово-блюзовый марафон. То есть к нам приехало более, там, пяти или шести даже исполнителей из Москвы. Но это самые востребованные люди на сцене столицы, за которых мы бились, чтобы они приехали именно к нам. У нас была Елена Шерри, у нас была Инна Бедина, у нас была Анастасия Концевая. Это вот девушки, которые в прошлом и позапрошлом году, они просто разорвали все клубы. Это настолько импрессивные такие вот, настолько активные исполнительницы, вот, и очень понравились нашим зрителям. Вот, в ближайшие дни мы, у нас выступает, сегодня у нас будет выступать московская команда Moscow Beat Balls, которая привезет прекрасный рок-н-ролл, вот, ну, то есть должно быть весело. Вот, и для этого мы подготовили именно такую программу, которая должна людей соответствовать празднику. Вот, а сразу после окончания концерта у нас начнется грандиозный джем-сейшн. Соберутся, не знаю, более 20-30 музыкантов, вот, которые будут выходить друг за другом, они будут играть, мы будем импровизировать, мы будем петь, мы будем праздновать День Джаза так, как его празднует и весь мир. Вот. Это какое-то своеобразное попури получается, что все будут... Ну, это можно назвать, если по-грузински попури, вот, а вообще на языке джаза это называется джем-сейшн. А, джем-сейшн. Да, вот, вот так мы будем его праздновать, но мы на этом празднование не завершаем, потому что у нас первого числа у нас выступает прекрасный бразильский исполнитель, вот, он привезет настоящую, босса нового. Георгий Артемович, ну, хочется поздравить вас с Днем Джаза международным, пожелать успехов в развитии вам и вашим ресторанам. Большое спасибо. Пожалуйста, мы всегда с вами. А я напомню, в нашей студии был владелец и идея-дохновитель ресторана BBC Jazz Club Георгий Бабаев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова